Поселок Суворов в Черкесске, улица Суворова. Межведомственная комиссия проверяет адрес. Соседи жаловались на шум. Открыли три иностранца. Хозяев нет пока на работе. По словам граждан Узбекистана, проживают втроем. Больше иммигрантов нет. Документы в порядке. В поселке спокойно на улице после девяти часов вечера никого нет. Спокойной вуташе, но это только внешнее спокойствие. В заброшенных зданиях к ним даже подходить страшно, не то что жить. Ночуют иностранцы. На просьбу предъявите, пожалуйста, паспорт. Невнятные ответы. Личный досмотр, проверка карманов, обязательная процедура перед посадкой в служебный транспорт. Применяют ко всем. А вот ведут себя гастарбайтеры по-разному. Кто-то нагло ухмыляется, кто-то переживает, кто-то просит разрешения позвонить домой. Люди разные. По дороге на Уташу участковые сотрудники полиции остановили двух мигрантов. Это правило приезжих в чужой стране в одиночку не ходят. На работу, домой, стараются сопровождать друг друга. Документы в горле. А ты знаешь, что по российским законам ты обязан носить с собой документы. Не копии, а оригиналы. У парня документы украли. Настройки. Свои же. Чем привлекает иностранных гостей Анапа? Если бы приезжие работники говорили по-русски, рассказали бы. Высокие зарплаты на стройках. Возможность поработать на юге России. Причины достойные. И в ответ требуют достойного поведения от гостей. Работать и зарабатывать разрешают. Но на законных основаниях. Закон один для всех. Межведомственная комиссия выходит в рейды каждый день. Сотрудники полиции, участковые, специалисты миграционной службы и казаки вывели закономерность. Если у иностранных работников документы в порядке, они спокойно разговаривают с комиссией и приглашают войти во двор. Другая категория – нелегальные мигранты. Убегают, прячутся в мусорных контейнерах, кустах и ямах. Полиции уверены – прятаться незаконным зарубежным работникам осталось недолго. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Вадим Родин. Анапа. Регион.